Богомолы, жуки и бабочки. Более полутора тысяч видов насекомых из Индии, Бразилии, Мексики и других стран саратовцы могут увидеть в Краевеческом музее. Здесь открылась выставка «Мир насекомых». Конечно, такое количество насекомых и ненасекомых мы не увидим в природе. И эта выставка раздвигает горизонты. Побывав на ней, мы побываем в различных частях света и узнаем интересные истории об этих частях света и о тех обитателях, которые там живут. Живая экспозиция уже побывала во многих городах страны, но в таком составе ее впервые увидели именно саратовцы. Среди самых ярких представителей – африканский древесный богомол, гигантский жук-гляв, паук-жгутонок и многие другие. Эту коллекцию насекомых собрали за несколько десятков лет. Но больше интерес у посетителей вызывают именно бабочки. Здесь собрана атомологическая коллекция из нескольких сотен видов этих насекомых. Но есть и живые представители. Они летают по залу и садятся на одежду и волосы. Гости могут свободно их трогать руками. Кстати, здесь же посетители могут видеть, как гусеницы превращаются в куколку, а уже после становятся бабочкой. Это не все, чем удивляет выставка. В коллекции есть высушенные бабочки, на крыльях которых нарисованы миниатюры мировых шедевров живописи. А также несколько картин, которые сделаны из крыльев этих насекомых. Каждая бабочка требует своего подхода. Поэтому некоторые бабочки рисуются быстро, некоторые не очень быстро. Это сложная работа. Сколько времени примерно это занимает? От двух часов до двух дней. А самая сложная работа из этих? Я думаю, что самая сложная из этих работ – это «Тайная вечеря». Потому что, во-первых, это икона, поэтому к ней особый подход. А во-вторых, там много лиц. По словам сотрудников музея, возрастных ограничений у выставки нет. Интересно, она будет как детям, так и взрослым. Увидеть все это разнообразие насекомых саратовцы смогут до конца сентября. Анна Заболуева, Олег Буланов, Саратов, 24.